Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется авторский мастер-класс с обучением методики использования монитора нервно-мышечного блока. Общая характеристика монитора. Комплектация монитора включает в себя основной блок монитора, блок адаптера со шлейфом и разъемом для подключения к блоку монитора и резиновой лентой для крепления на предплечье или голени при стимуляции локтевого или большого заднеберцового нерва. Два датчика температуры, периферической и центральной. Два кабеля стимулирующих электродов. Датчик движения. Кольцо-фиксатор датчика движения. Кроме того, в комплект поставки включены зарядное устройство, четыре аккумулятора, две карты памяти, карт-ридер, в который вставляется карта памяти для переноса информации в компьютер. Паспорт прибора. Руководство по эксплуатации и учебно-методическое пособие по мониторингу и управлению нервно-мышечной проводимостью при хирургической операции. Комплект одноразовых электродов. Лейкопластырь. Сборка монитора производится следующим образом. Собирается блок адаптера. К гнездам, обозначенным молниями, подключаются кабели стимулирующих электродов. К гнезду датчик движения подключается кабель с датчиком движения, установленным в кольцо-фиксатор. К гнездам температуры подключаются кабели с датчиками периферической короткий кабель и центральной температуры длинный кабель. Собранный адаптер с помощью плоского шлейфа подключаем к разъему, находящемуся на обратной стороне основного блока монитора. Открываем батарейный отсек и устанавливаем полностью заряженные аккумуляторы, обязательно соблюдая полярность. после этого устанавливаем карту памяти. Обязательно закрываем батарейный отсек, потому что с открытым отсеком монитор работать не будет. Сборка монитора закончена. Целесообразно провести проверку работоспособности монитора. Для этого подключаем стимулирующие электроды к штрикам блока адаптера. включаем монитор. Проводим необходимые действия в режиме установки. Взяв в руки датчик движения, произвольно его перемещаем. На экране монитора отображается кривая движений. В этом случае прибор работоспособен. Если кривая движения не отображается, то следует проверить качество присоединения всех разъемов. Они должны быть вставлены до конца. Установка датчиков и электродов на руке пациента. Эта процедура мониторинга нервно-мышечной проводимости производится в операционной при поступлении пациента и подготовке его к вводной анестезии. Собранный адаптер устанавливается на предплечье с помощью резиновой ленты. следует обеспечить неподвижность конечности и исключить ее охлаждения. При этом, чтобы большой палец с датчиком был хорошо виден и мог свободно перемещаться. Избегайте натяжения проводов. Для обеспечения неподвижности конечности целесообразно фиксировать пальцы руки. Продолжение следует... Датчик движения с кольцом-фиксатором надевается максимально дистально на концевую фалангу большого пальца. Датчик может располагаться на любой поверхности фаланги ладонной, тыльной или боковой. Датчик периферической температуры закрепляется на середине ладонной поверхности. Следует фиксировать его так, чтобы он не отсоединялся от кожи при сокращении пальца. Датчик центральной температуры размещается под мышкой. Стимулирующие электроды закрепляются на запястье по проекции локтевого нерва. Ладонная поверхность Установка датчиков и электродов завершена. Включение прибора и начало работы. Включите монитор, нажав одновременно две кнопки вкл. На верхнем индикаторе монитора отображаются текущее время, астрономическое, текущая дата, температура, время от начала работы монитора или с момента ввода препарата. После включения на нижнем индикаторе отображаются три возможности. Выключить прибор. Продолжить прерывное наблюдение, например, после замены аккумуляторов в процессе мониторинга. И очистить карту памяти для начала нового исследования. Очищаем карту памяти. После очистки карты на нижнем экране отображается Величина двигательного ответа в процентах. Индикация заряда батарей. Температура. Величина стимулирующего тока. Межэлектродное сопротивление. Проверка сопротивления кожи на местах прикрепления стимулирующих электродов. Несколькими нажатиями на кнопку «плюс» увеличите силу тока до 2-4 ампер. Это позволит определить сопротивление кожи. Не забудьте до этого проинформировать пациента о возможном покалывании в области наложенных стимулирующих электродов и последующем сокращении пальца. Если сопротивление кожи больше 3 кОм, следует снять электроды, смазать контактные площадки электродным гелем и снова прикрепить. Если после этого сопротивление установится в пределах до 3 кОм, монитор готов к дальнейшей работе. Нужно принять во внимание, что иногда электроды высыхают. И, соответственно, лучше перед их прикреплением смазать в центре электродным гелем. Если сопротивление больше 3 кОм, монитор не будет работать корректно. Поэтому нужно это отслеживать. Мониторинг нервно-мышечной проводимости во время операции. После вводной анестезии нажатием кнопки «плюс». Увеличиваем силу тока, визуально контролируя мышечный ответ до максимально быстрого сокращения большого пальца руки. Это будет соответствовать супер-максимальной величине силы тока, обычно около 35-45 мА. Обратите внимание на сокращающийся палец. Затем, кнопкой с пиктограммой часов. Переводим монитор в режим установки. Устанавливаем 5 секунд. Кнопкой «режим». Переводим монитор в необходимый режим стимуляции. Установлен режим стимуляции СТ. Повторное нажатие кнопки переводит монитор в режим ТОВ. При этом обычно он равен 100%. Таким образом, мы записали исходное, то есть до введения релаксанта, состояние нервно-мышечной проводимости. ТОВ равный 100. Теперь, вместо кнопок «плюс» и «минус» появились кнопки «события», «СОП» и «ПРП» – препарат. После введения пропофола, наступления сна, фентанила, аналгезии и записи исходного состояния нервно-мышечной проводимости, можно вводить пациенту миорелаксант. После введения миорелаксанта нажать кнопку «ПРП» – препарат. В дальнейшем в протоколе будет поставлена временная метка. Эту же кнопку следует нажимать при последующем введении препаратов. Мирелаксантов, средств для декореризации, прозеринсу, гомодекс. А на кнопку «СОП» – события нажимают, чтобы отметить время начала и конца анестезии, а также операции, интубации, экстубации и полного восстановления нервно-мышечной проводимости до 100%. В режиме стимуляции ТОФ по мере наступления релаксации четырехкратный ответ начнет снижаться. ТОФ – это отношение четвертого стимула к первому в процентах. По мере наступления релаксации происходит постепенное увядание ответа. Импульсы будут снижаться. На мониторе вы увидите, что первый ответ стал меньше исходного, отношение ТВ1 к ТВ исходному, второй меньше первого, третий еще меньше и четвертый меньше третьего. Потом останутся три, два, а затем один ответ, который также исчезнет при интенсивной миорелаксации. То есть ТОФ станет равен нулю. И тогда мы приступаем к интубации. То есть интубация производится на фоне интенсивной миорелаксации, что облегчает интубацию и предупреждает травмирование верхних дыхательных путей. В режимах СТ, ТОФ, ДБС, ПТС, отображаемые на экране ЖК дисплея и мониторы результаты измерения мышечного ответа будут представлены в процентах к исходному ответу, а параметры стимуляционных импульсов на протяжении мониторинга будут поддерживаться постоянными. Если требуется интенсивная миорелаксация и подходит время окончания действия миорелаксанта, но при этом величина ТОФ равна нулю, нужно периодически включать режим ПТС. Он включается только при ТОФ равном нулю. Это необходимо, чтобы своевременно ввести миорелаксант. Когда из 15 поданных стимулов будут получены 12-13 двигательных ответов, следует ввести миорелаксант. На мониторе вы увидите эту ситуацию. ПТС равен 15. Режим ДБС используют редко и в основном при восстановлении нервно-мышечной проводимости с целью определения степени остаточного нервно-мышечного блока. Чаще всего используют режим ТОФ в течение всей анестезии на протяжении операции. При восстановлении нервно-мышечной проводимости сначала возникает 1 ответ на стимуляцию в режиме ТОФ, затем 2, 3 и 4. РЕСП 1, 2, 3 и 4 соответственно. При возрастании ТВ1 до 25% появляется ТОФ. После полного восстановления нервно-мышечной проводимости ТОФ равен 100% и экстубации пациента следует выключить монитор, нажав кнопку, обозначенную режим и выкол, удерживая ее не менее 5 секунд. Монитор выключается. Извлекаем карту памяти. И в дальнейшем, вставив ее в картридер, подключаем к USB-порту и считываем информацию с помощью прилагаемой в комплекте поставки программы обработки данных. Применение монитора нервно-мышечного блока с целью диагностики в условиях наличия сознания. Если пациент поступил с нарушениями движений конечностей вплоть до тетрополегии, ухудшением дыхания, появление одышки тахипноя, можно после получения у пациента информированного добровольного согласия при сохраненном сознании использовать монитор нервно-мышечного блока для диагностики нарушений нервно-мышечной проводимости в области нервно-мышечного синапса, например, премия стеней. Для этого кнопкой спектрограммы часов переводим монитор в необходимый режим стимуляции, то есть СТ, а при очередном нажатии кнопки в режим ТОВ. Если больной не чувствует боли, увеличиваем силу тока до тех пор, пока не появятся ответы на стимуляцию. При этом не забывать спрашивать у больного, что он чувствует, чтобы не причинять ему дискомфорт и боль. Если при токе 60 мА и при сопротивлении кожи менее 3 кОм не появились ответы на стимуляцию, можно считать наличие полной блокады нервно-мышечной проводимости в области нервно-мышечного синапса.